Да, вот теперь я вижу все масштабы бедствия Ветро ездит Понеслась! Что за фигня? Уважаемые зрители Это отнюдь не ракохот К бомбоубежище Это Штольни, первая очередь, метро Сокольнической линии Которые строились с первыми станциями Метрополитена И были предназначены для естественной вентиляции Перегонов метрополитена И станций Насколько я могу сейчас предположить Они были сделаны необслуживаемыми Потому что вот такое безобразие Обслуживать просто нереально То есть мы сейчас проползли Некоторые стояния Наверное метров От 50 до 100 Уперлись в тупик Точнее это не тупик А шахта Которая закрыта Заварена железной крышкой И за ней находится перегон метро Судя по звукам И теперь, чтобы выбраться обратно Нам придется ползти В прямом смысле слова раком То есть задом наперед Потому что развернуться здесь нереально Ну что Начнем наш путь Передвигаться здесь приходится Примерно Вот так вот В прямом смысле слова Ползина поняла И скажу вам Уважаемые зрители Это непередаваемые ощущения Все, стой Лайк за трэшовый поход Строительство В первую очередь Метрополитена в Москве Было сопряжено С определенными трудностями Прежде всего Инженерам и рабочим Приходилось решать проблемы Которые Ранее перед ними не стояли В частности Это касалось Проблемы вентиляции Станции И перегонов метрополитена С опытом зарубежных государств Наши инженеры И строители В первую очередь Метропы знакомились Уже спустя некоторое время После начала работ Некоторые из специалистов Увидели Как это все было реализовано За рубежом Уже вообще По окончании строительства Первой очереди Метрополитена Одним из способов Вентиляции линий И станции мелкого заложения Тогда было решено Сделать Так называемую Естественную вентиляцию То есть без применения Вентиляционного оборудования Были проложены Специальные вентиляционные штольни В одной из которых Мы и побывали Вентиляционные штольни Представляли из себя Систему горизонтальных галерей Соединяющих между собой Несколько веншахт Находящихся на значительном расстоянии Чтобы обеспечить максимально возможный Сквозняк За счет Который обеспечивал максимальный Приток воздуха В эти шахты И они имели Выходы В перегоны И Рядом со станциями И на определенном отдалении Вот что Написано в книге Московский метрополитен Имени Владимира Ильича Ленина Пять лет Московского метро Изданной в 1940 году Транс Желдор издата Вентиляция тоннелей И станции глубокого заложения Осуществлялась через шахты При помощи мощных вентиляторов Направление воздуха Через шахты Постоянное Оно Меняется только два раза в год При переключении работы Вентиляционных установок На лето и зимний Летний и зимний режим Вентиляция тоннелей Мелкого заложения Осуществляется Через шахты Без вентиляторов За счет Поршневого действия поездов В зависимости от характера Работы вентиляционных шахт И их устройства Они разделяются на естественные И искусственные Вентиляционные шахты Искусственные вентиляционные шахты Оборудованные вентиляторами Разделяются на приточные И вытяжные Каждая шахта Путем изменения Вращения вентиляторов В одну или другую сторону Может быть как приточной Так и вытяжной Летом все вентиляционные установки На станциях работают На приток свежего воздуха С поверхности А тоннельные шахты на вытяжку загрязненного воздуха. Зимой все станционные вентиляторы работают на вытяжку, а тоннельные на приток свежего воздуха. Такое изменение работы вентиляционных установок на зимний режим вызвано тем, что на станции в целях предотвращения порчи облицовки стен водопроводных труб поддержание нормальной плюсовой температуры нельзя подавать холодный воздух с поверхности. Воздух, подаваемый зимой через тоннельные шахты, по мере прохождения его от шахты до станции, согревался за счет выделения внутреннего тепла от подвижного состава, освещения и прочего. Зимой количество работающих вентиляционных установок меняется в зависимости от наружной температуры. Если температура наружного воздуха понижается, количество работающих вентиляторов сокращается. И наоборот, с повышением температуры на поверхности увеличивается число работающих вентиляторов. Все естественные вентиляционные шахты, расположенные около станции, на зиму керметически закрываются, чтобы струи холодного воздуха не попадали на станцию. Остаются открытыми только те шахты, которые расположены в середине перегона, вдали от станции. Таким маневрированием работы вентиляторов по зимнему графику достигается регулирование температуры на станциях и в туннелях. Летом работают все вентиляционные установки как искусственные, так и естественные. Вентиляционные установки работают по специальным графикам для летнего и зимнего режимов. Одним из важнейших условий составления графика работы вентиляционных установок является сохранение примененного баланса воздуха, то есть количество подаваемого приточного воздуха не должно намного превышать количество удаляемого воздуха. Кроме основных вентиляционных установок для вентиляции тоннелей и станций имеются еще местные вентиляционные установки, которые предназначены для вентиляции служебных помещений, обслуживающих персонал. Через некоторое время после эксплуатации первой очереди метро сотрудники эксплуатирующей организации инженеры пришли к выводу о неэффективности естественной вентиляции и со временем Московский митрополитен перешел на вентиляцию полностью с использованием, на принудительную вентиляцию с использованием вентиляторов. После этого проложенные штольни вентиляционные для естественной вентиляции перегонов и станций были законсервированы, а впоследствии заброшены. И вот нам довелось побывать в системе вентиляционных шахт, которая спустя восемь десятков лет с момента строительства оказалась еще доступной. Ну вот, слава богу, уже я нахожусь почти на выходе из самого сложного участка, который полностью пришлось преодолевать ползком. Остались считанные метры. И, конечно, очень сильно раздражает здесь бесконечные облака цементной пыли, которая ощущается везде, на языке, на зубах, не говоря о про одежду. Последние метры. Что я хочу сказать, уважаемые зрители? Я, конечно, без малейшей иронии, с огромным уважением отношусь к первым метростроевцам, которые прокладывали первые станции метро в нашей стране. Было много моментов, которые не знали, как правильно сделать, с чего начать и так далее. Но при всем моем уважении я хочу сказать, какой же идиот вот это проектировал. Мы решили предпринять еще один забег, заполз по параллельной шахте, по параллельной штольне, точнее, чтобы убедиться, что и в конце ее тоже залоченный вход в метро. Конечно, есть один процент надежды, нет, ну и целых одна десятая процента, что мы там действительно увидим вход в метро. Но зато мы можем слышать прекрасно, как ездят поезда. А еще в этих штольнях есть одна особенность. Тот, кто ползет вторым, обрещен наглотаться много цементной пыли. Я уже не один раз успел пожалеть о том, что я не взял с собой респиратор. Путь обратно. Главное постараться его проделать на максимальной скорости, чтобы побыстрее отсюда выползти. Итак, самая трешовая часть этой поласки благополучно завершилась. Но дальше нас ждет еще длинный путь по ракоходу примерно вот такой высоты до веншахты, из которой мы будем уже выбрасываться на улицу. Наконец мы вышли в камеру, в которой можно хотя бы сидеть спокойно на корточках. Эта решетка закрывает вентиляционный ствол, который выходит из перегона метро. Еще здесь в этой камере есть такой вот люк намертво заваренный. И различные надписи. Впереди нас ждет еще одна преграда. Правда, уже не такая сложная. Ну что, ты полез? Иди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 только не свети фонарем в этот понеслась чувствую сейчас оставлю ряд в пол куртке чем-то я там точно зацепился куртка правда старая полазочная поэтому ее не очень жалко все равно хотелось бы вылезти отсюда с наименьшими потерями я понял то про что я говорил вот я зато здесь можно хорошо рассмотреть как устроена была эта вентиляция вот там вот вниз уходит вентиляционный ствол эдакое дупло его отсюда все равно не получается нормально рассмотреть оно уходит вниз и немного в сторону ствол небольшого диаметра порядка 40 60 сантиметров а для того чтобы посторонние лица в виде диггеров не проникли туда защита здесь устроена следующим окном сверху на этот ствол положены вот такие вот швелера мощные и положены они не не сплошным слоем а вот как можно сейчас здесь хорошо наблюдать один через один если посмотреть на пакет создается очень хороший приток воздуха сейчас современной вентиляции в метро организована по другому принципу то есть вентиляция осуществляется принудительная за счет работы мощных вентиляторов которые либо осуществляют приток воздуха в перегоны либо наоборот его удаление со станции из перегонов а здесь выражаясь по аналогии с гидросетью вентиляция самотечная и с каждым проехавшим поездом хорошо ощущается идущий оттуда снизу из перегона поток воздуха подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и вступайте в нашу группу вконтакте где вы найдете много интересного о подземных и заброшенных объектах о новых технологиях эксплуатирующих коммунальных организаций и любопытную историческую информацию ссылка в описании и снимаешь или нет снимаю уже снимаю мне тогда надо что-то попытаться рассказать но не знаю мало ли такие кадры попадут тоже стой все они как пыли ты поднял жизнь ты же хотел идти первым первым там хотел о господи и за фигня я фокус не могу поймать